Огромный привет! Я начинаю новый влог. Сейчас с семьей мы приехали в Новороссийск. В общем, день сегодня обещает быть очень насыщенным. И сейчас мы идем в торговый центр. В общем, нам сегодня нужно выбрать мебель в детскую комнату. Слава Богу, мы начали ремонт в детской. Все безмерно рады этому факту. Ну, естественно, дочь особенно. И, в общем, нам надо уже определиться с мебелью. В Анапе мы объездили все мебельные магазины. Ничего дочери не понравилось. Потом мы дома уже зашли на сайт магазина ХОВ. Там ей приглянулся какой-то шкаф и письменный стол. Ну, а магазин сам находится только в Новороссийске. В Анапе его нет. Ну, поэтому, собственно, мы сюда и приехали, чтобы вживую увидеть, что это и как. Если все будет нормально, если понравится, то мы, наверное, сразу и купим. Еще я сейчас хочу зайти в какой-нибудь шмоточный магазин. Мне нужны джинсы. И, ну, и закупиться продуктами надо. Зашла сразу померить джинсы, чтобы потом уже не отвлекаться и идти дальше по делам. Но в магазине у меня как-то глаз ни на что не упал. Ничего не понравилось. Вот так взяла чисто померить. Черные джинсы мне нужны. И, ну, такие вот серые. И ковтенку. Ковтенка только потому, что она такая мягенькая, приятная на ощупь. Но не мой стиль. Но сейчас померю, посмотрю, как сидит на мне. Вдруг понравится. Так, ребят, слушайте, я в шоке. Джинсы-то налезли, а застегнуться уже все никак. Хотя я взяла свой 46 размер, который беру последние лет 10. И они не сходятся на мне. Так, ну, вот серые налезли, застегнулись. Тоже 46, но, блин, мне не нравится, как это все сидит. Это прям мне давит все. Похоже, я... Нет, я ничего брать не буду. Так, ну, пришли мы за мебелью. Я, кстати, не ожидала... Я вообще мало что слышала про хов. И не ожидала, что здесь довольно-таки большой выбор. Не только мебели, но и всякого такого для дома. Получается, как бы, замена Икеи. Не в таком большом масштабе, конечно, но... Выбрать... Что-нибудь да можно. Ну, а дочь уже какой-то стол себе выбирает. Похоже... Так. Это вот. Так, пока мустам определяется с размерами шкафа, я решила пойти посмотреть, что тут есть для дома интересного. Слабость, конечно, я питаю ко всяким интересным штучкам. И сленки потихоньку начинают капать. Мне, кстати, нужна такая корзина, но она у меня в ванну мою не помещается. У них слишком все объемные. Посмотрите, какая милота. Всякие, какие хочешь корзинки. И я тоже очень давно смотрю, питаю слабость корзинком непосредственно, но я не понимаю, под что мне их приспособить, что мне туда положить. Поэтому я пока воздерживаюсь, хотя вот хочется схватить и побежать. Ну, некоторые из них, потому что, ну, очень миленькие. Но пока, пока держусь. Продолжение следует... 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 в общем сейчас мы заедем в ленту мне надо и что что еще а и в леруа мерлин в общем дочь еще хочет подсветку себе какую-то неоновую в общем заедем леруа посмотрим что там есть вот и после этого всего мы поедем домой так ну что мы вернулись мы уже дома я безмерно просто счастлива что мы смогли решить все в одном месте и за один день потому что я как вспомню как мы делали ванну мы просто два месяца выбирали какие-то краски искали там какие-то панели на потолок это было очень долго все муторно очень долго выбирали сантехнику здесь как-то у нас ремонт довольно таки быстро движется вот но и я еще не сопротивляюсь выбору дочери вот она сказала мне вот это я могу лишь только корректировать где-то по цвету сказать ей что вот этот оттенок не очень подходит вот этот больше она прислушивается но в основном мы покупаем то что хочет она вот в итоге мы купили шкаф небольшой мы купили письменный стол думали еще по поводу комода но я предложила ей сначала посмотреть как станет шкаф как станет стол сколько места останется в общем она со мной согласилась вот приедет уже мы установим и посмотрим сколько места остается вообще нужен ли этот комод или может куда прикроватную тумбочку потом купить или она тоже будет не нужно ну в общем это все потом будет вот в общем мы завтра ждем доставка нам пообещали что завтра наша мебель привезут сейчас я хотел бы вам сделать такой небольшой обзорчик что мы купили из продуктов плюс какое-то затмение в голове произошло в мебельном я не знаю что это у меня образовалась какая-то дыра я давно ничего не покупала знаете вот иногда бывает такое желание просто что-то резко схватить резко купить не обдумывая надо тебе но не надо какая-то дыра образовывается надо ее быстрее чем-то заткнуть у меня это бывает сразу скажу крайне редко обычно я не делаю спонтанных покупок у меня процесс какой-то покупки происходит очень долго я долго думаю поэтому собственно мы ванну так долго и делали а тут я не знаю что на меня нашло я купила массажер я купила чесалку для головы иду потом домой ехал думаю зачем нам не надо вообще в общем ладно это потом я вам покажу расскажу сейчас покажу что вы купили из продуктов так что наверное хотелось бы поделиться болью что я очень расстроилась магазине одежды когда на меня не налезли штаны я конечно была в шоке я честно не ожидала что я настолько поправилась что мой 46 на меня не лезет я пыталась себя по всякому убедить что это бирка неправильно пришита что они перепутали с каким-нибудь 44 просто пришили не на те штаны не ту бирку но знаете наверное нет наверное все-таки поправилась и наверное придется начать худеть ну я чувствую если серьезно говорить я чувствую по себе что я очень сильно расслабилась и меня очень сильно расслабило это лето потому что как говорят там летом есть не хочется да и летом обычно худеешь у меня все происходит наоборот до днем в жару я есть не хочу но как только жара спадает вечер у меня начинается жор и причем у меня такая особенность я летом готова каждый день есть горячий борщ я не знаю почему с чем это связано вот зимой меня не так тянет на какие-то тяжелые такие супы на какие-то мясные блюда а вот летом у меня начинается вот этот жор вот поэтому плюс это лето прошло достаточно активно в плане того что мы сможем много ездили много по каким заведениям ходили везде все естественно хотелось попробовать ни в чем себе не отказывать и вот тебе здрасте вот тебе штаны 46 размера на тебя не лезут я буду садиться на диету не не столько на диету потому что меня вообще раздражает слово диета я ненавижу ненавижу когда говорят сажусь на диету сижу на диете потому что я этот этап уже проходила когда я хотела похудеть экстренно потом проходила этап когда я все-таки осознала что худеть нужно постепенно правильно и просто менять свой рацион вот я хочу опять же к этому прийти просто маленько пересмотреть свой рацион пересмотреть порции и вот с помощью этого поправить поправить свой вес поправить свой рацион и вообще перейти на более здоровую пищу вот так я уже столько наговорила столько наболтала что я покажу что я купила в продуктовом такая у нас на сегодняшний день была продуктовая корзина кстати после того как я померила штаны я уже начала в продуктовом более осознанно подходить к выбору продуктов в общем смотрите давайте я вам сейчас покажу о боже даже поднять не могу какой тяжелый пакет мои любимые макарошки барила вот без чего без чего без макарон вообще жизни мила готова есть их каждый день поэтому они у меня всегда дома с запасом дальше я взяла нут давно его не ела тут про него вспомнила решила чаще вводить его в свой рацион так помидорки черри взяла вот такие большую упаковку и и вот такие на ветке вообще перестала брать обычные большие помидоры почему-то подсела именно на черри так вот это надо скорее убрать это думала что это замороженный лед оказалось это чай но решила попробовать надо его как-то распапливать воде попробую морковка сыр дальше решила взять еще мюсли тоже 100 лет их не ела тут решила попробовать это вместо геркулесовой каши геркулеса и терпеть не могу а вот иногда а вот иногда можно мюслими побаловаться вообще на завтрак я предпочитаю вот если говорить о кашах то это кукурузная каша и пшеничная вот эти две каши я просто обожаю но каждый день тоже надоедает их есть поэтому решила разнообразить мюслими дальше физалис наконец-то настало его время горький шоколад но поскольку поскольку это больше для семьи шоколад я вообще не любитель шоколада так два лимона поскольку наступила осень лимоны сейчас у меня будут постоянно в рационе плюс я еще хотела купить имбирь но имбиря не было я обожаю просто вот осенью заваривать лимонный имбирный чай бесконечно просто его пью очень хорошо помогает при простудах ну и вообще для иммунитета классная штука дальше капуста красная авокадо авокадо тоже постоянно беру знаете с чего начала началась моя история знакомства с авокадо когда пошел бум на проращивание авокадных косточек я долго сопротивлялась я долго привыкала к вкусу авокадо но в итоге я втянулась одно время я покупала авокадо только из-за косточек потому что мне безумно нравится процесс выращивания мне уже я не знаю сколько погибло сколько выросло этих авокадных растений но в итоге мы с авокадо друг друга полюбили теперь я беру его не только ради косточек а ради еды так зеленый горошек банка кофе была по акции решила взять вот еще думаю где же еще был еще вот такой замороженный чай бананы 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 у манго примерно точно такая же история как его авокадо когда-то мне было просто интересно попробовать что такое манго когда она только-только начало появляться в магазинах а потом я увидела что и косточки манго проращивают вот тогда я стала его покупать постоянно но с манго история конечно не такая не такая счастливая как с авокадо мне удалось прорастить только одну косточку и то она потом погибла так ну и дымка дымка сейчас распакуем второй пакет второй пакет вот еще макароны это у нас уже какие завитушки дальше по мясу курица грудка курица ножки ноги я не ем кстати это для семьи и куриная печень никогда не ела вот правда никогда не ела куриную печень и вообще остальные части курицы тут решила попробовать вообще я печень люблю свиную говяжью думаю но может и куриная зайдет и буду говорят она очень полезная вот хочу попробовать если если понравится буду вводить я свой рацион так креветки йогурт кефир вместо конфет взяла себе финики здесь у нас это что-то а это инжир инжир тоже наконец-то настало время пришла осень все лето я скучала по инжиру так еще йогурт ваниль кокос пишут что много белка еще такой же так огурчики огурчики апельсины как видите я купила очень много фруктов много овосей больше больше полезности так здесь у меня капуста капуста почему-то вот уже несколько раз магазин хожу и капуста просто какая-то отратная вся полузгнившая вот два маленьких вилочка более-менее выбрала так вот персики 3 персика взяла их кроме меня тоже никто не ест поэтому взяла себе и свечка не смогла пройти мимо вот такая свечка запахом шоколада пахнет реально шоколадом так вот такая вот прям реально пахнет шоколадом там еще была такая же ванильная и клубничная там запахи такие прям химозные химозные очень тошнотворные это прям реально шоколадка пахнет я вообще фанат свечей и особенно которая ароматизированный который классно пахнут и стоило всего 99 рублей в ленте такая маленькая конечно баночка но пахнет взяла только из-за запаха пахнет вообще реально классно собственно мои спонтанные покупки вот такой массажер здесь кнопочка включения так розетки нигде поблизости нет кнопка включения и вот здесь шарики катаются против часовой по часовой стрелке муж уже опробовал пока мы ехали обратно домой он себе под голову положил горит вообще классная штука раньше я не помню были очень дорогие мы когда у нас было путешествие по россии муж хотел себе купить в дорогу но ничего тогда каких-то безумных денег стоили эти массажеры а тут 2 с половиной тысячи всего меня решил понюхать вот поэтому я не знаю кому я больше себе или мужу взяла муж муж у меня машину ее заберет будет ездить кайфовать и вот такую чесалку для головы взяла вот реально не знаю зачем просто увидела просто схватила ну чешет классно конечно ничего не скажешь так вот прям сидишь кайфуешь но как бы не самая необходимая вещь конечно сейчас я себе прическу сделала да еще забыла вам показать в общем купили мы в леруа дочи дочь купила себе вот такой вот плющ вообще она у меня не любитель цветов не любитель растений вообще не в меня пошла но захотела чтобы в комнате у нее что-то было плетистое что-то какое-то одно растение чтобы она обязательно плелось не знаю где она там будет его может по стене где-то пустит в общем не знаю вот в леруа мы с ней выбрали вот такой вот плющик ну и горшок соответственно к нему сказала буду сама высаживать его буду сама за ним ухаживать вот это чистое ее растение вот в общем всем спасибо за просмотр и пока пока пока